Добрый день, уважаемые друзья! Интересный ролик, я думаю, будет полезным тем, кто строит домики свои сами. И есть крыши не прямые, а с закруглением какого-то определенного диаметра. И нам надо на него поставить вот такой вот жёлоб водосточный. И решения есть разные. Можно делать составные из нескольких частей, разрезая этот жёлоб. Можно заказать какое-то закругление. Ну, а можно изготовить самостоятельно закругление, нужного вам диаметра. И для этой цели вам нужно будет всего лишь мокрая тряпочка, ровная поверхность, ну и электрический нагреватель. Сейчас я покажу, как это делается. Вот такая крыша, такое вот закругление. И на него надо поставить этот жёлоб. Вот я уже сделал некоторые закругления по моему радиусу. И в зависимости от радиуса крыши, можно делать гуще. Вот эти зоны нагрева или же реже. И у нас будет разный радиус. Также их можно сильнее загибать или же меньше. Значит, что нужно делать? Прежде всего надо закрыть вот наше предыдущее место нагрева. И дальше нагреватель. Значит, какая температура, я не знаю. У меня стоит на троечке нагреватель. Вот такой вот зенит. И здесь я вставлю вторую позицию. И прогреваю. Прогреваю в этом месте, в нижней, больше. И доходим где-то на три четверти. Последнее в конце, вот здесь не грею вовсе. Где-то четверти, а не грею вовсе. Начинаю снизу. Начинаю снизу греть. Равномерненько прогреваю. Вот до этого места и назад. Грею до тех пор, пока я смогу легко нажать пальцами и чувствовать, что оно вгибается. Я думаю, вы прогреете пару таких вот валиков и уже дальше без проблем это все будете делать. Прогреваю равномерненько. Важно, чтобы лежало. Важно иметь ровную плоскую поверхность, на которой мы и должны делать изгиб. Так как если это делать на коленке, получится, я думаю, не очень хорошо. Вот уже оно вгибается. То есть уже можно попробовать согнуть. Если будет плохо идти, подогреете немножко больше. Я думаю, вы все поймете. Один раз изготовил это все. Теперь начинаю изгибать на ровной поверхности. Вот оно, да? Вот изогнул и охлаждаю. В таком изогнутом состоянии. Вот у нас получилось такое вот место. Изнутри это выглядит вот так. И мы видим закругление, которое у нас идет. Ну и таким вот образом продолжаю греть до тех пор, пока у меня не наберет радиус нужный мне. Вот результат моей работы. В этом месте у меня будет обрезано и умонтирована вот эта приемная вороночка. Со второй стороны моей вороночки будет такой же водосточный желуд. И я его согну на такой же радиус. Вот такое вот несложное дело, как изогнуть вот такой вот водосточный желуд. Я вам всем желаю удачи. Всем пока. Продолжение следует...